Джихангир был последним ребенком Хюрем Султан, инвалидом, но вполне возможно, что не он один. Известно, что у Султанши был еще один мальчик, Абдула или Абдулах, который не пережил детский возраст. Он родился у нее третьим по счету, после Мехмеда и Мехримах. Кто его знает, быть может, у него тоже была какая-то патология вроде той, что у Джихангира. Но в этом видео мы разберем болезнь именно ее младшего Шихзаде. Джихангир родился с врожденной патологией. У него был спинальный дизрофизм, как бы сказали наши современные медики. Эту патологию сейчас видят даже на УЗИ, но тогда УЗИ не было. Как вы уже поняли, дефект появился у Джихангира внутриутробно. То есть, когда тот еще не родился, был крохотным эмбрионом. По какой-то причине его развитие пошло с нарушениями. Возможно, это были особенности генетики самой Хюрем. Доказано, что некоторые мутации в генах родителей повышают риск, подобный патологию ребенка. Даже сейчас, в наше время. Причиной мог стать также недостаток важного микроэлемента в пище – фолиевой кислоты, содержащейся в овощах, бобовых и других продуктах. Конечно, в гареме проблем с едой не было, тем более для султанж. Однако, сами понимаете, беременные женщины иногда просто не хотят есть какую-то определенную пищу. Сейчас мы можем дополнить свой рацион синтетическими витаминами, но раньше-то их не было. А количество этой патологии у современных детей стало меньше только потому, что врачи рекомендуют в начале беременности, как минимум в первом триместре, принимать ту самую фолиевую кислоту в виде таблеток. Внутриутробные пороки развития у детей встречаются тем чаще, чем старше женщины, так как ее яйцеклетки тоже стареют и могут давать такое больное потомство. Хюрем на время беременности Джихангиром было не более 30 лет. Врожденная аномалия развития позвоночника и спинного мозга породила явление кифоскалиоза. Реальный Джихангир мог выглядеть примерно так же, как нам показали в сериале «Великолепный век». Но это был не только визуальный недостаток. Из-за проблем со спиной возникали сильные боли. Они же становятся причиной проблем с мочевыделительной системой и кишечником. В общем, негативно влияют на весь организм. Конечно, не факт, что Джихангир был совсем плохим, так как его отец, султан Сулейман, все же доверил ему управлять Санджаком Алепа, очень важной провинцией Османской империи. Конечно, как потенциального султана Джихангира никто не рассматривал. Тем не менее, ему был доверен важный государственный пост. Я читала, что Джихангир был очень образованным, как и другие шахзадеи султаны сам писал стихи и даже имел свой гарем. Также известно, что в гареме у него была своя любимица. Вот только о детях информации нет. Вероятно, у Джихангира детей не было. Умер Джихангир в возрасте 23 лет. Вероятно, по причине своей же болезни, а не от тоски по казненному отцом шахзаде Мустафе, как об этом гласит легенда. А что вам известно о Джихангире? Буду рада вашим комментариям. Субтитры создавал DimaTorzok